Больше 300 происшествий, 700 поваленных деревьев, десятки рухнувших рекламных щитов, дорожных знаков и гибель жительницы Барнаула. Таковы разрушительные последствия мощнейшего урагана, который прошелся по Алтайскому краю и всей Сибири неделю назад. В ночь с 18 на 19 ноября жители региона пережили настоящий природный апокалипсис. После продолжительного тепла в крае началось резкое похолодание и поднялся шквалистый ветер. В некоторых районах порывы достигали 35 метров в секунду. Стихия оборвала провода. Без электроэнергии в крае остались почти 600 населенных пунктов с населением почти 400 тысяч человек. На сегодняшний день, по словам энергетиков, свет вернулся почти ко всем жителям края. Ураганный ветер повалил 700 деревьев и повредил десятки автомобилей. У 400 зданий повреждена кровля. Не обошлось без жертв. В барнаульском поселке Центральный погибла женщина. Она пыталась удержать крышу дома. Серьезные травмы получили два барнаульца. Одного ударило рекламным щитом, другого – оторванной частью спецавтомобиля. В Заринске дерево едва не убило прохожего. Всего к ликвидации последствий в Алтайском крае было привлечено свыше 500 человек и около 180 единиц техники. Эксперты уже назвали бурю 19 ноября одной из сильнейших за полвека. 9,5 тысяч вопросов поступило в этот раз на прямую линию губернатора. Виктор Томенко в третий раз в прямом эфире отвечал на запросы жителей. За два часа он успел ответить на вопросы о медицине, ЖКХ, социальной поддержке разного уровня. Какие решения губернатор озвучил прямо в ходе эфира и почему эксперты считают эту линию самой удачной, расскажет Данил Кузнецов. Примерно с такими локальными вопросами обращались жители к губернатору Алтайского края во время вчерашней прямой линии. У кого-то проблемы с лавочкой, у кого-то с дорогами и мусором на районе. Некоторые моменты глава кратко распоряжался исправить, а где-то развернуто рассказывал о планах. Например, касательно общественного транспорта в Барнауле. Ну, 10 трамваев низкопольных производства белорусского, хороших, современных, они уже здесь, они уже в Барнауле. Ну, и идет последняя наладка оформления документов. Там сложные у нас, как бы такие получились взаиморасчеты и так далее. Но я думаю, что в декабре уже трамваи выйдут на линию обновленные. Администрация городская стала заключать долгосрочные контракты с перевозчиками. Это позволяет им спокойнее посмотреть в будущее. Также прорабатывается вопрос о создании муниципального предприятия. Оно должно взять на себя часть маршрутов. Решается проблема и с сельскими автобусами, заверил глава. Также была затронута тема дегазификации. Многодетная семья села Альбрихи. Ждем четвертого ребенка. Не можем, уже два года не можем провести газ в дом. Договор истекает в декабре этого года. Но до сих пор ни одна бригада к нам не приехала. Помогите нам, пожалуйста, решить этот вопрос. Губернатор уже поручил помочь этой семье. В целом дегазификация проходит успешно. Из 56 тысяч домовладений для 45 созданы технические условия для подключения. Затронули вопрос и о благоустройстве территории после всех работ с голубым топливом. В частности, местность казенной заимки и Новоалтайск. Там и в других местах с этой проблемой подрядчик должен разобраться согласно контракту, отметил Виктор Томенко. Ну что ж такое, газ провели, теперь скорая пожарная или кто-то не доедет, экстренные какие-то, или сами люди будут добираться, ноги ломать. Коснулся разговор и последствия урагана. Убытки еще считают. Однако в остальном все процессы уже налажены. Осталось лишь точечно отремонтировать некоторые объекты инфраструктуры. Также немаловажной стала тема поддержки участников СВО и их семей. Она продолжится в 2024 году. То есть мы эту работу не приостанавливаем. Поэтому она будет продолжена. Так мы в целом счет, который ведем, ну порядка трех миллиардов рублей, чуть-чуть может быть меньше, 2 800. Сначала специальной военной операции только из бюджета Алтайского края. Мы на цели выполнения этих мер поддержки, заботы, защиты, значит, мы направили за это время. Эта прямая линия стала уже третьей и самой продуктивной. Всего за два часа губернатор ответил почти на 30 вопросов от жителей. По словам политолога Константина Лукина, эфир получился самым удачным, так как Виктор Томенко вызвал большое доверие. Виктор Петрович здесь своим стал. Если все равно в первом сроке к нему еще приехал и так далее, то за первый срок и сейчас к нему обращаются к своему, который может. Всего к губернатору поступило около 9,5 тысяч обращений в разных вариациях. Притом почти три четверти из них составили звонки во время трансляции. Все вопросы взяты на заметку, несмотря на то, попали они в эфир или нет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. По итогу прямой линии мой коллега провел интервью с политологом Константином Лукиным. Эксперт считает, что к третьему подобному мероприятию глава региона по-хорошему расслабился и был более раскованным. Как это повлияло на общее восприятие прямой линии и почему сейчас говорят о новой искренности, смотрите далее. Для Виктора Петровича это уже третья прямая линия. Как он вел себя в этот раз? Потому что у многих сложилось такое чувство, будто он был более искренним. Искренность – это же не какие-то технологические вещи. Это скорее не боязнь камеры, не боязнь говорить. В этом плане четкое понимание и самое главное с вот этими решениями. Дам поручение прям тут же в прямой линии. Это главе муниципалитета, а это например Мин ЖКХ. А то, что он заранее знал цифры и так далее? Вообще большую часть цифр он знает. С другой стороны его уже к прямой линии готовили. Он все равно владел разбитыми по блокам вопросы. Вопросы, приходящие в том прямую линию, что там в интернете они висели, их закупировали по блокам, описали в каждом блоке, что есть. В этом плане он продемонстрировал подготовленность к прямой линии. С началом СВО в России стараются обходить такие проблемные тяжелые вопросы. Скоро к тому же еще и предвыборная гонка на пост президента страны. Подскажите, пожалуйста, по-вашему, темы были подобраны хорошо? Темы были, на мой взгляд, подобраны идеально. И включение с фонда защитников отечества было действительно ответом, что происходит, где чего. Оттуда три вопроса прозвучало, они разноплановые были. При том, что через эти вопросы Томенко продемонстрировал и то, что уже делается в и главное, что будет дальше делать в части поддержки, в части там льгот и вообще работы с большим этим конгломератом добровольцев и тех, кто служит нам. Поэтому здесь все было действительно правильно подобрано и действительно правильно потранслирована вся эта работа. А то, что все остальные вопросы, да, они касались и показали конкретику, которая касается любого маленького муниципалитета или маленькой семьи. Вот там касается вода у нас или сотовой связи. Вот у нас до человека с сотовой связью плохо. А вот со школой проблемы нет, мусор не выводится. То есть какие-то локальные вещи со всех территорий края. И при этом все же понимали, при этом не раз это проговаривалось, да, что пришло 9,5 тысячи, да, и что они вот такие все вопросы. И что власть в лице губернатора, да, при том, что, ну, мы же понимаем, что большая часть тем, которая там звучала, это вообще проблемы или недоработки муниципальной власти, а не краевой. Но губернатор, который у нас в принципе олицетворяет власть, да, вот в том числе и в это должен вмешиваться, делать и решать эти проблемы. И это то, что касается вот просто семьи, да. И, собственно говоря, вот эта тематика и такой же подбор будет и в компании президента, мы это увидим. Жители все-таки хотят от власти слышать вот обращение к ним лично. Они и так постоянно видят там где-то там в новостях еще чего-то там. Мы реализуем программы там с ключевыми там показателями. Ну, это неинтересно людям. Они не понимают, а чем это им близко. А в данном случае прямая линия показала вот соучастие в решении маленьких локальных проблем, но которые все остальные на себя могут присвоить. А у нас-то то же самое, да, а почему мы не написали? Давайте мы еще раз попросим, напишем. И в данном случае прямая линия была вот диалогом губернатора с каждым отдельно. Не вот к жителям Алтайского края вообще он и так обращается. А здесь он попытался поговорить с каждым. Стала ли прямая линия популярна у жителей Алтайского края? И как она в целом отражается на имидж нашего губернатора? Прямая линия – это диалог. Диалог с жителями, диалог с обществом, да, и здесь как раз вот новая искренность, доверие к власти, вот соучастие власти в жизни людей, вот решение этих вопросов поднимает рейтинг любой власти. В данном случае, то есть можно было пойти, ну, идут двумя путями всегда. Первый – официоз, победные реляции, там, и сухой язык. В таком случае, если его, ну, власть нам ничего типа не делает, как обычно, если мы есть власть, да, а есть то, что вот Виктор Петрович продемонстрировал. Соучастие, вот, а это же из мелочей, обращение, там, Иван Петрович, ну, вот, рассмотрим, да, или вот, хорошо, да, вот смотрите, возникла проблема, да, вот смотрите, если здесь муниципалитет с водой по Кирову в Барнауле, а вот там еще и МинжПХ совместно с муниципалами подключается, да, и вот он, как бы, отвечая с искренностью, да, разумеется, это повышает рейтинг власти, в принципе. А это, например, говорит еще о том, что Виктор Петрович здесь своим стал. Вот если все равно в первом сроке к нему еще, ну, как бы, там, приехал, там, и так далее, да, то за вот первый срок и сейчас, ну, к своим, к нему обращаются, к своему, у него только что закончилась успешная избирательная кампания с, действительно, с большим результатом, да. Мало того, он прямой линией еще и закрепил эти результаты. Ведь все-таки избирательную кампанию мы увидели другого Томенко, который, действительно, там образ сменил, и больше в публичность вышел, и вообще общаться больше начал. И прямая, вот сейчас прямая линия закрепила этот образ в массовом сознании. Массовое отравление после посещения одной из центральных кофеин произошло в Барнауле. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным Министерства здравоохранения, госпитализация после употребления еды в заведении потребовалась 12 жителям краевой столицы. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии. Ранее 8 пострадавшим поставили диагноз сальмонеллез. Его вызывают сырые продукты. Заведение в центре города временно приостановило свою работу на несколько дней до судебного разбирательства. Сейчас специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии проводят расследование и изучают продукцию кофейни в лаборатории. А чтобы установить все обстоятельства, следователи опрашивают пострадавших и сотрудников и изымают документацию. Добавим, что эта кофейня пользуется спросом у горожан и является одной из точек притяжения красной линии города. К другой теме. Не хотят задыхаться от чужого мусора. Жители Павловского района выступают против создания на их земле комплекса для переработки мусора. Завод там планируют построить в ближайшие годы. Его мощность может составить 250 тысяч тонн отходов в год, что решило бы проблему складирования нечистот в Барнауле и близлежащих районах. Данил Кузнецов пообщался с местными жителями. Ничего не пострадает против. Я вас услышу. Не против. Соберем митинги. Сказано, сделано. Жители Павловска действительно собрались у здания администрации района 15 ноября. В тот день власти края и муниципалитета, а также несколько местных жителей обсуждали перспективу создания мусороперерабатывающего предприятия, которое в крае хотят построить здесь уже не первый год. Люди против. Не делайте из Павловска помойку. В любом случае завод, не завод, это клеймо приклеится к населенному пункту. То есть Павловский будет мусороперерабатывающий. Судя по информации с совещания, будущий завод должен расположиться между селами Павловск, Елунино и Боровиково. У местных есть вопросы к выбранному участку. Люди говорят, что весной там собираются талые воды, а потом стекают в обь. А жители Павловска считают заявленное расстояние всего в 5 километров от их села слишком близким. Неподалеку от населенного пункта действуют детские лагеря и санатории. И хоть чиновники утверждают, что роза ветров не создаст проблем, люди так не думают. Павловск находится как в чаше, поэтому даже при любом раскладе весь ветер, всю эту пакость, которая происходит, она приносит к нам на территорию района, не то, что район, а в Павловск именно. И она здесь осаждается. Поэтому и как лес расположен вокруг Павловска, и практически это никуда не уносится, все остается здесь. Опасаются люди и масштабов комплекса. На совещании было заявлено, что завод будет принимать мусор с 10 районов, в том числе Барнаула. Они не скрывают то, что для них удобно в плане коммуникации и логистики. То есть есть дороги, есть электричество, есть газ. Если где-то иные места, то там нужно все это проводить, строить. Плюс как бы они указывают второй момент, то что земля должна быть в краевой либо на муниципальной собственности. То есть соответственно вроде как в других направлениях, где нет густонаселенных пунктов, людей. Соответственно там земля частная. Жители Павловска изначально были неравнодушны к проекту мусороперерабатывающего завода. Главный поселок района уже много лет страдает от местного полигона. Мало того, что свалка расположена еще ближе к городу, чем будущий комплекс, так она еще и постоянно горит. Жители считают, что ее поджигают, чтобы уменьшить число отходов. Людей кого-то отчасти подвели, потому что люди устали вот это постоянно нюхать. И это происходит вот каждый вечер. Тут открытым пламенем все зарево, к утру притухло. По мнению жителей, завод едва ли будет отличаться от подобной свалки. Ведь даже один из самых передовых мусорных комплексов России больше процент нечистот закапывает. Согласно документам, предприятие в Павловске будет утилизировать не менее 40% от массы ТКО. Среди них будут органические отходы, черные цветные металлы, макулатура, полимеры, стекло. Лучший выход из ситуации, считают активисты, минимизировать количество мусора, построив частный комплекс, только для районных отходов, вдали от административного центра. Тем более, один из меценатов потенциально готов поддержать эту идею, утверждают жители. За комментарием касательно проблем мы обратились в администрацию. Однако, как нам сказали в приемной, сегодня глава Павловского района отсутствует. За три дня нам не удалось с ней связаться. У главы плотный график. Комментировать ситуацию не стали и краевые депутаты, участвовавшие в собрании в Павловской администрации. А краевое министерство природы не смогло оперативно предоставить ответ на наш запрос. Сейчас жители Павловска живут надеждой. В 2021 году комплекс по переработке мусора хотели сделать в Первомайском районе. Когда жители запротестовали, решение отменили. Но эксперты утверждают, что там ситуация была проще. Тогда еще не было ни инструментально запущенных, только решила речь о легиметизации вопросов, внесенных в территориальную схему. То есть не было никаких, собственно говоря, серьезных больших решений. А здесь уже есть и нормативка принятая, ну и, собственно, запущенные процедуры. То есть заключение конституционного соглашения. Проект о создании комплекса в Павловском районе уже участвует в процедуре торгов. И скоро будет объявлен победитель, который должен будет приступить к созданию предприятия. Для начала разработает проект. При этом общественных слушаний не проводилось. Сейчас жители обращаются к местным депутатам и собирают подписи против строительства комплекса. Их счет идет на сотни. Раздают такие автомобильные наклейки. А 25 ноября планируют собрать всех несогласных на стадионе и выразить общую позицию. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В последнее время все громче звучат спортивные истории, связанные с нехваткой площадей. Следующий сюжет – о Краевой Федерации стрельбы из лука. 190 спортсменов, несколько лет меняющие тренировочную базу, вновь оказались на улице. И в этот раз все может обернуться распуском Федерации. Черритория одного из барнаульских заводов. Груды железа, разбитые машины. Максимально неподходящие декорации для истории про спорт. А конкретно про Краевую Федерацию стрельбы из лука. Два с половиной года назад штаб-квартира алтайских лучников находилась в подвале жилого дома. В ночь на 1 января их затопило кипятком. После чего Федерация переехала на третий этаж здания ЦУМа в самом центре краевой столицы. Сюда они перебрались после двух месяцев простоя. Прошло два года и ЦУМа попросили на выход. Сейчас люди с луками в руках вновь на улице. Тренируются кто где может. Сейчас пока, к сожалению, стреляю. В гаражном буксе, можно так сказать. Это где? Ну это в районе... Ну то есть цех есть. В цеху место разгреб немножко и там стреляют. В подсобном помещении одного из барнаульских заводов тренируются лишь профессионалы. Во многом благодаря тому, что часть руководителей предприятия сами занимается стрельбой из лука. В стесненных условиях стрелять одномоментно могут только по двое. Львиная доля желающих из 190 представителей Федерации в нынешних условиях просто отсеивается. Хотя в последние годы в этот спорт активно шли люди. Если честно, мы с каждым днем теряем спортсменов. Мы с каждым днем теряем сноровку. Если в ближайшее время не улучшится, то самое плохое, то что произойдет, это самороспуск Федерации стрельбы из лука Алтайского края. Это самое критичное, самое плохое, то что произойдет. Здесь неудобно, потому что только два человека. Я люблю, когда много человек. Это чуть-чуть меня успокаивает. И получается, мне больше здесь ничего не мешает. Мало места. Очень мало места. И до сюда очень тяжело добираться. Только вот с отцом есть сюда ехать. Все. Одна из главных проблем к подбору нового помещения – требования. Стрельба из лука. Спорт опасный, поэтому высота потолков должна быть не меньше трех с половиной метров, а минимальная площадь 10 на 20. В имеющихся и подходящих по параметрам спортивных объектах Барнаула большая загрузка, объясняют в Министерстве спорта. И новое помещение ищут среди тех, что находятся в собственности края или на условиях аренды. При этом ведомцы подчеркивают, что поддерживают федерацию. Обращаем ваше внимание, что в 2021 году при возникновении коммунальной аварии в помещении федерации Минспорт выделил на ликвидацию последствий дополнительно 402 тысячи рублей. То есть по итогу бюджет составил почти 600 тысяч рублей. Однако в среднем за год федерация получает меньшую сумму. Ее точно не хватит для аренды и решения других вопросов. Очень печально о том, что в такой доступный олимпийский вид спорта финансируется. У нас по остаточному принципу мы получаем на год 150 тысяч рублей. Лученики даже нашли подходящую открытую площадку, заброшенное футбольное поле на Эмилии Алексеевой 73 и готовы построить там свой центр. По словам Алексея, городской комитет по земельным ресурсам предлагает федерации купить этот участок через аукцион. Правда, для этого нужно больше 30 миллионов рублей. Мне другие виды спорта не подходят. Вот это спокойный вид спорта. Мне он нравится. Я у него посвятил очень много времени. Я кандидат мастера спорта. Несмотря на звание, все в одной лодке. Тренировки и соревнования не проводятся с 1 июня. Спортсмены либо сами находят места для стрельбы, либо уходят из порта. И, возможно, 10 лет федерации в следующем году праздновать будет некому. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День Столка. На этой неделе журналисты Барнаула впервые ощутили весь масштаб будущей развязки на Заминогорском тракте. СМИ увидели первые 100 метров подземного тоннеля глубиной 6 метров. Общая его протяженность будет 500 метров. И это первый уровень трехуровневой развязки. Ее возводят на пересечении Ленточного бора, Заминогорского и Южного трактов. Сейчас она готова на 40%. Параллельно с тоннелем строители обустраивают третий уровень – путепровод. В декабре мостостроители начнут монтаж металлических конструкций для эстакад и некоторых участков. Многоуровневую развязку планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 года, чтобы не создавать заторы на участке в связи с сезонной дорожной обстановкой. Общий бюджет проекта – почти 3 миллиарда рублей. Кстати, подрядчик, который занимается развязкой, признался, что легендарное кафе у Григорьевича пока не мешает работам. Но в скором времени это здание снесут, шашлычная переедет на новый адрес. С сегодняшнего дня в Краевом психоневрологическом детском санатории будут применять уникальное оборудование. Раньше за таким приходилось ездить в федеральные центры или собирать внушительные суммы для частных клиник. Проходить лечение на новом устройстве будут маленькие пациенты со спинальной мышечной трофией, ДЦП, травмами позвоночника. Ирина Корчагина продолжит тему. Лучший подарок для мамы – чтобы ребенок был здоров. Особенно, когда ребенок болен спинальной мышечной трофией. В Алтайском краевом психоневрологическом детском санатории появилось уникальное оборудование. Раньше такое было только в центральных и частных клиниках, куда ездили маленькие пациенты. Устройство позволяет стимулировать спиной мозг, тем самым помогая ребенку формировать движение. В спинном мозге есть зоны, которые стимулируют двигательную активность. И есть разные режимы работы данного оборудования. Оно помогает сформировать позу сидя, позу стоя. Кому нужно помочь в формировании ходьбы, двигательного стереотипа. Это токи разных используются при разных ситуациях, разные частоты, разные схемы. Сегодня в Алтайском крае живет около 30 детей со спинальной мышечной атрофией. Болезнь атрофирует мышцы. Без лечения и реабилитации ребенок теряет простейшие навыки. Тогда его ждет питание через трубку, вентиляция легких. Первые пациенты, которые уже начали реабилитацию в санатории на новом оборудовании, замечают эффект. Спины я стала держать лучше. То есть я, если на коляске сижу, то сижу, то больше выпрямленная. Вот как сейчас, да, спинка прямая. А раньше какая у тебя спинка была? Ну, обычно я сделаю, немножко сглопившись. Мы теперь можем не собирать деньги на лечение, не ехать очень далеко, скажем. А здесь рядышко. Само устройство не входит в перечень оборудования, которым должны оснащаться реабилитационные отделения. Поэтому приобрели его с помощью средств марафона «Поддержим ребенка». Движение занимается покупкой лекарств и оборудования для детских больниц. В прошлом году через марафон удалось собрать 12 миллионов рублей. В этом пока 9. Конечно, у нас есть еще один месяц. И очень хочется верить, что мы достучимся до сердец наших жителей Алтайского края. И нам удастся собрать хотя бы сумму прошлого года 12 миллионов рублей. В противном случае нам придется где-то сокращать какие-то наши финансирования и кому-то оказать помощь не в полном объеме, а кому-то отказать в этой помощи. Это очень печально. Что касается нового оборудования в санатории, его будут применять не только на пациентах со спинальной мышечной атрофией. На реабилитацию смогут рассчитывать дети с ДЦП, поражениями головного мозга и травмами позвоночника. Ирина Корчегина, Владислав Ковалев, День с толком. Барнаульцы начали тестировать первую отечественную мобильную операционную систему. Аврора, так называется платформа, будет использоваться для смартфонов и планшетов. Кстати, пока новинку оценили всего в восьми городах страны и среди них столица Алтайского края. Какие перспективы у российской мобильной системы, расскажем в следующем сюжете. Всем привет, меня зовут Татьяна Казнова, я руководитель программы бета-тестирования. Это первопроходцы отечественной мобильной операционной системы Аврора. Барнаул – восьмой город в стране, который присоединился к закрытому бета-тестированию новой платформы. В рамках программы энтузиасты, которые хотят внести свой вклад в эту разработку, получают телефоны и планшеты, на которых установлена Аврора. Это наша внутренняя кухня. Самое важное правило – это то, что нельзя публиковать скриншоты и описание работы программ в соцсетях и СМИ. Потому, как я сказала, это предварительная версия и то, что еще в релиз не выходило. Если тестировщику что-то покажется странным, нелогичным, эту информацию передают в продуктовый департамент. При этом тестировщиком может быть хоть разработчик, хоть домохозяйка или пенсионер. Важны отзывы самых разных пользователей. Быть одним из первых в мире российского IT – это всегда интересно. Интересно сравнить, понять, насколько мы отличаемся от зарубежных аналогов. Надеюсь, в положительную сторону время покажет. Когда ты держишь мобильный телефон, не всегда и не у всех есть возможность дотянуться пальцем до этого края. Приходится либо перехватывать телефон, либо подключать вторую руку. А у Авроры жест назад сделан. Ты можешь сделать свайп из любой точки экрана, ну так, из серединки назад. По словам сотрудников компании, российская операционная система гарантирует повышенный уровень безопасности для устройств. А это важно для крупных частных и госорганизаций. Тем более, где-то уже отменяются иностранные системы. Например, в Минцифре запретили сотрудникам пользоваться iPhone и iPad в служебных целях. Испытывать Аврору накануне начали в Совете Федерации. Поэтому огромный интерес бета-тестировщиков понятен. Уже в проект заявок на участие более чем 12 тысяч, а участников сейчас на данный момент около 500 человек. То есть у нас конкурс как в престижных вузах. Поэтому заявке надо писать что-то интересное, чем может быть полезен человек для бета-программы. Кстати, в Москве за 10 дней с начала продаж смартфонов с российской начинкой продано более 300 устройств. Сегодня они доступны обычному покупателю, но пока, конечно, они рассчитаны в первую очередь на пользователей из госсектора и крупных компаний. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. В Бурному привезли редких для Сибири гостей – двух особей фламинго. В Крыловой столице им предстоит пройти реабилитацию и перезимовать. Птицы сбились с пути во время перелета из Казахстана. Изможденных их доставили к нам из Горного Алтая. В каком состоянии фламинго сейчас и что с ними будет дальше, узнавала Дарья Ерошина. Годовалые малыши жмутся к стене. Еще не привыкли к такому вниманию. В Барнаульских зоопарках привезли на реабилитацию. Их сдуло с пути в Горном Алтае. Птицу оставил минут на 15-20, не беспокоил. Вот сколько гамаруса уже осталось. Ну, скажем, половину она уже профильтровала, съела. Специалисты говорят, что фламинго часто сбиваются с пути в непогоду. Для них непривычно летать в сильный ветер. Поэтому до сих пор в Горном находят новых фламинго. Птица, которая сейчас приедет из Шабалинского района, то есть небольшие повреждения. Но, скорее всего, это как раз от того, что ветер нес, и, может быть, она просто ударялась, и какие-то предметы приземлялась. Вот эти две птицы, они вообще в идеальном состоянии. Они достаточно упитаны, каких-то повреждений нет. А паразитов, на первый взгляд, тоже у них никаких нет. Так что они вот как бы, ну, в таком прямо, в хорошей кондиции. Фламинго еще совсем птенцы, видно по оперению. Сейчас оно по-сибирски серое. Чтобы розовый цвет проявился, птиц кормят богатыми каротином, свеклой и морковкой. По этикету дикие фламинго едят стоя в водоеме. Точно будет ходить за нами. Вот как у нас ходят, вот они по территории, вот этот будет точно ходить. Сейчас вот если с ним позаниматься недельку, и все. Пообщаться, они дружить умеют. Фламинго-птенцы быстро привыкают к неволе. Адаптироваться к природным условиям уже вряд ли смогут. У нас в России фламинго вообще не гнездятся. И мест, где они находятся, постоянно нет. Поэтому выпускать в России мы навряд ли сможем. Я даже не про Алтайский край говорю, а вообще про Россию. Ближайшее место в Казахстане. Они будут зимовать здесь, и они уже никуда не улетят. Потому что однажды сбившись с пути, то есть это первогодки. То есть они родились, они теперь не знают, куда лететь. И поэтому, естественно, они останутся и будут жить в зоопарке. И станут соседями-журавлями, аистами и фламинго, который уже живет в зоопарке. Он давно порозовел. Специалисты говорят, что зимовать при температуре ниже нуля для фламинго нормально. Главное, чтобы кормили. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова